Всем большой привет! Я поздравляю вас всех с наступившим 2020 годом. Звучит немного жутко, но так и есть, время идет. Я наконец-то приступила к снова съемкам видео. На самом деле за период моего отсутствия, несмотря на то, что я немножко снимала, у меня не было никакого желания почему-то монтировать, выкладывать. У меня было такое определенное эмоциональное выгорание по причине того, что я наконец-то закончила свою длительную учебу, получила уже официально степень магистра. И вот это окончание мне почему-то морально далось довольно тяжело. Я не прекращала покупать косметику, тестировать, пробовать. У меня куча, просто куча палеток, которые я хочу обозреть. Поэтому запускаю, так скажем, блогерский новый сезон. Я постараюсь соблюдать определенные периодичные съемки видео. Ну а сегодня первое видео года, конечно же, о чем оно будет? О фаворитах, прошедшего уже 2019 года. Когда я их начала собирать, я подумала, да я вроде как бы все старое люблю. И на самом деле частично старые фавориты из того года перекочевали. Но чемоданчик полный косметики у меня все равно получился. Первое, с чего я хочу начать, это аксессуары, а именно кисти. И этот год определенно стал пополнением именно качественных экземпляров в мою коллекцию. Японские кисти покорили мое сердце, покорили мою душу. И вообще просто божественно. Но здесь не только японские, кстати, экземпляры. Про хакухода я снимала отдельное видео. Потрясающие мягкие козочки. Также у меня тут пони, по-моему, кисти. Просто, ну у меня слов нет. Я ими пользуюсь, слежу аккуратно. Кстати, забыла принести, но я расскажу, как я ухаживаю за своими кистями. Возможно, отдельное видео надо снять. Далее пополнила свою коллекцию божественными кистями от Wayne Goss. Это все коллекция из голубой белки. Сказать, что они мягчайшие, это не сказать ничего. И они, кстати, для белочек стоят довольно приемлемо. Они не для всех продуктов подходят. Например, какие-то слабо пигментированные они будут переносить не очень. Кисти Wayne Goss на Beauty Lish продаются. Также из японцев. Более легкодоступные, не менее прекрасные. Кисти от N Beauty Ани Карташовой. Я свои покупала на Бейзаж Холл. Там бывают скидки у них где-то в июне. Не дешевые кисти. В принципе, они также делаются в Японии. Мягкие, прекрасные. Для жидких текстур, для сухих текстур. Также одну кисть от Chikuhoda я купила. Chikuhoda также на Beauty Lish продаются. Это T6. Очень мягкая коза. Здесь Wors Psychoho. То есть это самый лакшери, так скажем, Wors козы. Я ее в основном использую для жидких текстур. Ей можно и сухие делать. Она очень мягкая, прекрасная. Тон, консилер, какие-то припудривания. Вообще очень универсальная, компактная кисть. Прям реально классная. Также я купила себе собранную кисть. Это от Евгений. Это российский, по-моему, визажист. Он собирает кисти сам. Они проклеены, привязаны на деревянных ручках. У него есть небольшая линейка своих кистей. Это, по-моему, кашемерская коза. Она не такая мягкая, как беленькая. То есть кисть пожестче. Она довольно крупная. Она хорошо подходит для бронзаторов, для каких-то там, может быть, текстур сияющих. Хорошая тоже кисть. Тоже на визаж холл я брала свою. Также от бренда YouNeed. Это, я так понимаю, бренд личный от Beauty Lish. Я брала себе кисть 125. Это малюсенькая кисть-карандаш из синтетики. Очень классно растушевывает ресничную зону. Очень мелкие работы. У меня было похоже из козы. Это, так как из синтетики, более универсальная. Кисть от Chic 13 для стрелок. Я думала, она станет заменой моей любимейшей MAC 163. Ну или хотя бы альтернативой. Нет, MAC все равно я люблю больше. Это прикольная кисточка, но мне больше нравится ей делать другие какие-то работы мелкие на лице, нежели стрелки рисовать. Это моя первая кисть от Make Up For Ever. Эта кисть, по-моему, не продается в России. Она мне досталась в подарок. Я ее как бы выиграла в комментарии. У блогера Натальи она выпускает видео про косметику и макияж. Кисточка очень классная. Это такой веерочий. Это любимая кисточка Натальи. И она решила ее разыграть. Я выиграла, собственно говоря, очень. Она универсальная, мягчайшая. Просто синтетика сейчас невероятная делается. У Make Up For Ever здесь хорошие кисточки. Они не дешевые. Такую форму я раньше пробовала, но мне она как-то особо не заходила. А вот эта прям классная. Для всех пудровых текстур прям здоровская. Все три тональные основы мне перекочевали с того года. Ну вот как-то так вышло. И на самом деле две из них я уже повторила. На каждый день мои любимейшие тональные основы. Это Water Blend от Make Up For Ever и Touch Eclat от Yves Saint Laurent. Это легчайшие тональные основы. Water Blend имеет текстуру водички и такой натуральный финиш. Yves Saint Laurent имеет такой лоснящийся финиш. Она менее стойкая. Но на каждый день она мне очень нравится. Текстура у нее такая гелеобразная. Как будто вы начинаете ее наносить, и она как будто тает на коже. Тоже красивая, но очень легкое покрытие. Чуть-чуть сильнее, чем Water Blend. И на вечер, и кого-то, когда я крашу. Мне очень нравится тональная основа Burberry. Именно версия Кашемир. Насколько я поняла, сейчас они перевыпустили эту тональную основу в более широкой цветовой линейке. Я тестила новые цвета. Вроде по текстуре тоже самое, но не могу на 100% утверждать. Очень красивая тональная основа. Имеет такой полуматовый, довольно натуральный финиш на лице. И стойкая, и работает со всеми. Кстати, баз под макияж у меня никаких абсолютно нет. Просто хорошая увлажненная кожа. На мой взгляд, это лучшая база. Значит, пудра. Расыпчатая у меня уже несколько лет. Это пудра от RMS Beauty. Но компактная у меня пудра от Clorance. Выглядит она просто отвратная. Она, я ее таскаю с собой в сумке, в рюкзаке. И она, конечно, царапается. Но самое главное, что внутри. Внутри мы имеем пудру прозрачную, которая очень классно блюрит кожу. Это вот прям пудра с силикой. То, что многие любят. Спонжик, которым вполне можно носить пудру. Хотя я больше люблю кисточкой. И матирующие салфетки. Для человека с жирной кожей. Такой набор это просто спасение. Пудра действительно очень классная. И, например, в поездке мне не нужна дополнительная. Этой я обхожусь. И плюс, несмотря на то, что я ей много пользовалась. Здесь еще дофига продукта. Хотя здесь, по-моему, всего 6 грамм. Но она довольно... 6,5. Она довольно экономичная. Еще одна пудра, но немножко с другим предназначением. Это пудра от Hourglass. Наконец-то я в прошлом году заказала. По-моему, в конце или уже в начале этого года получила. Эмбиан пудра в оттенке с самым популярным восхитителем. Dim Light. Я, когда в Sephora была, потестила все Hourglass пудры. Мне еще понравилась, по-моему, Moon или Mood Light. Moon Light. Не помню. Такая розоватая. Но у этой, мне кажется, самый крутой финиш. Оттенок у нее, в принципе, не так заметен. Я действительно вижу эффект на лице. На сухой очередь это не так смотрится. Но на лице, на возрастной коже, на какой-то сухой коже, да даже на своей коже, мне очень нравится, как выглядит пудра. Вот такими вот пушистыми легкими кистями нанести ее на середину лица. Просто потрясающе. Действительно. Эффект какого-то фотошопа. И если кто-то говорил, что у Wet n Wild есть бронзер. Резерка Бена, по-моему, называется. У меня он был. Я от него избавилась. Нет. Это вообще не то. Hourglass. Я аналогов, честно, не видела. Также от Hourglass я купила вот такую вот трешку. В нашей Sephora. За бешеные деньги. Потому что у нас на Hourglass в Sephora действительно наценка сильная. Здесь бронзер, румяна и пудра. Пудра здесь Diffuse Light. И вот на мой взгляд, эта пудра не такая классная, как Dim Light. У меня есть какие-то мелкие блестки. Она не дает такой красивый финиш. Мне, если честно, Diffuse Light, ну, по мне, не стоит тех денег, которые Hourglass хочет за них. В отличие от Dim Light. Румяна здесь называется Euphoric Fusion. И Luminous Bronze Light. Бронзер классный очень. У Hourglass все румяна идут в смеси с хайлайтерами или их сияющими пудрами. И у меня так получается, что хайлайтера как-то много, слишком. Сам цвет румяна очень здоровский. Также я, по-моему, в конце 2018 года купила еще вот такую вот лимитированную палетку. Она вся залазлапанная такая от Hourglass. Это, по-моему, лимитка 2017 года. Это палетка металлических пудр от Hourglass. То есть металлических хайлайтеров. Здесь три оттенка, это лимитка. И таких хайлайтеров у Hourglass больше нет. И, на мой взгляд, это просто потеря-потерь. Потому что те хайлайтеры, которые идут в постоянной коллекции Hourglass, абсолютно ни о чем. Там мелкие блестки, они неинтересные. Здесь же потрясающие мягкие запеченные текстуры. Хайлайтеры очень красивые. Это боль. Это боль. Показывать ее, но не показать я ее не могу, потому что я ей постоянно пользовалась. Я ее заказывала со Space & K. По-моему, там уже ее нету. Далее два бронзера. Помимо Hourglass, это Make Up For Ever бронзер и Nars. Nars Laguna. Это моя уже вторая упаковка. Я первую полностью добила. Пользуюсь второй. Мне кажется, она стала чуть посуше. Менее пигментированная. Но от этого она не стала хуже. То есть, она просто чуть ровнее наносится. Чуть сияющий, потрясающий бронзер, который чуть скульптурирует. Просто самое но. Зеркало, упаковка. И люблю его. Это классика. Это фаворит и мой. И многих с 2000, не знаю, какого-то 13-го, 14-го, не помню уже года. По-моему, 13-го. Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. У нас, по-моему, в России представлен только один оттенок. В мире их несколько. Тоже чуть сияющий, потрясающий бронзер. Он чуть более рыжий, в отличие от Laguna. И чуть, наверное, сильнее пигментирован. Он, по-моему, водостойкий. Здесь 11 грамм. Он экономичный, классный бронзер. И даже, наверное, выбирая между Laguna и Make Up For Ever, я бы выбрала Make Up For Ever. Это чуть более современная текстура. В консилерах у меня ничего нового. Все тот же MAC Select Cover Up. И несовершенство, и под глаза, и как Крис нарисовать, и можно все. И последнее для лица. Это хайлайтер от MAC. Это их Cream Color Base. У меня наторвалась наклейка. Это, по-моему, оттенок Luna. Это белый хайлайтер, кремовый, который очень красивый финиш имеет. Если взять такую синтетическую кисточку, и после тональной основы пройтись им в отдельных участках, он смотрится супер натурально. При этом лицо становится супер красивым. Это невозможно объяснить. В нем нет блесток. В нем легкое такое сияние. Но он очень такой интересный. Единственное, он белый и имеет такой беловатый оттенок. Поэтому я им летом, к сожалению, пользоваться не могла. А вот сейчас, когда я вернула свою аристократическую бледность, а скорее бледная поганка стала снова, вот сейчас он прям заходит на ура. База по тени у меня любимая одна. Это Nars. Пользуюсь и постоянно. У них, по-моему, всего одна база. Smart Proof Eyeshadow Base. Экономичная. Здесь дофига просто продукта. Классная база. Мне нравится больше, чем Лора, Корбан Декей, Ту Фейст из тех, что я пробовала. Также кремовые продукты и тинты. Часто я использовала как базу. Во-первых, я попробовала тинты от Danese. Danese Myricks. Называется Color Fix. 24 часа Cream Color. Это тинты, которые можно использовать на губы, на глаза, на брови, на лицо, куда хотите. Рисуйте ими, что хотите. Официальный дистрибьютор России является у нас Beauty Drugs, по-моему. Но они также продаются на Visage Haul. Я вот покупала свой на скидках фиолетовый. И также они продаются на Beauty Leash. На Beauty Leash они выходят, по-моему, рублей на 300 дешевле. Особенно, если вы несколько оттенков берете, лучше покупайте там. Они, по-моему, по 18 долларов стоят. И, блин, на Черную Пятницу они на Beauty Leash продавались по 10 долларов. Но я на Черную Пятницу сделала другой большой заказ. Ну, как большой. Наташу Динону заказала. Сюрприз. Мне уже не хватило денег добирать Danese. Но если они будут делать скидки, такие по 10, блин, долларов. Кстати, эти тинты являются таким аналогом. Точнее, они даже заберетены чуть раньше. Конкретов от Лены Крыгиной. То есть, Крыгин Косметикс. Но у этих более удачная упаковка, на мой взгляд. Я тинты от Крыгиной не пробовала. Про качество не могу сказать. За качество этих я ручаюсь. Также я попробовала тинты от Beauty Drugs. Вот такие вот два оттенка. 0,3 и 0,4. Матовые. Он такой чуть темнее моего века. Можно также его на губы использовать. Они не такие стойкие, как Danese. Но на каждый день, в принципе, быстро макияж с ними сделать можно. Этот оттенок, это такая обманка. Потому что он выглядит сиреневым. Но на самом деле он скорее такой, типа как розовое золото. Поэтому об этой особенности лучше знать заранее. И также тинты от Clipatch. Это Светлана Clipatch. Это визажист. У меня тинты в оттенках 3 и 12. 3 это матовый, такой темно-коричневый оттенок. 12 это такая слива. Чуть более темный, чем Beauty Drugs. Эти тинты поплотнее. Это такая своеобразная замена тинтам от Armani. NYX также, пожалуй, сняли свои тинты с производства. Много натуральных оттенков. И за свою цену они вполне неплохие. А на Wildberries я покупала. Не совсем к глазам относятся. Но Make Up For Ever Eye Seal. Разбавить подводки. Кремовые тени. Тинты. Все что угодно. Помаду для бровей я свою иногда разбавляю. Когда хочу сделать ее более такой жидкой. Очень хорошее средство. Больше мне нравится, чем Dual Align. Потому что оно более жидкое. И оно не превращает через время продукт в камень. Карандашики. Я покажу, наверное, только те, что у меня появились в этом году. Во-первых, безумно крутая коллекция была у Beauty Bomb Leto с Геворгом. Карандаши уровня Orva Decay. Было больше цветов. Купила бы все. Также очень классная серия была у Essence. Это Electric Wipes называется. Неоновая. У них еще были розовый, коралловый, голубой. Для желтого карандаша. Это действительно крутое качество. Я ее использовала как подложку под неоновые всякие тени, пигменты. Также я постоянно пользовалась у меня в косметичке, так скажем, дорожной. От Matt Jacobs. Черный карандаш. Вот все, что осталось. Он уже начал подсыхать, к сожалению. Действительно стойкий, классный, такой черный-черный прям карандаш. Единственное, что он начал подсыхать, если бы это была полноразмерка, я бы не успела его закончить. На слизистых. Мне не могу сказать, что показалось, что он гораздо более стойкий, чем тот же Beauty Bomb Проманова. Стоит он, конечно, дофига, на мой взгляд, для карандаша. И если этот блин стоил 200, а этот как бы в полном размере 1700, а разница между ними не такая колоссальная, то как бы зачем платить больше. Водка от Get One D. У меня она была давно как-то. Я ее полностью... Не, у меня, по-моему, крышка начала отваливаться от нее. Мне пришлось от нее избавиться. Очень долго ей пользовалась. Сейчас у меня миниатюрка. И она уже, на самом деле, заканчивается. Я ее периодически разбавляю мицелляркой, но она уже не так ярко рисует. У меня открыта сейчас новая миниатюрка, и у меня еще полноразмерка куплена. Чтобы вы понимали, насколько я люблю эту подводку. Ни Physicians Formula, ни L'Oreal с кисточкой, ни NYX, которая течет как тварь последняя, рядом не стояла. Это самая крутая. И если вы видели в интернете картинку, есть, когда девушка попала в аварию, и она сделала селфи, где у нее такие очень красивые черные стрелки. И она написала, что типа, вот у меня была операция, попала в аварию, но мои стрелки в порядке. И прикрепила это фото в отзыв именно на вот эту подводку. И палетки я выбрала именно те, которые у меня в этом году появились. Во-первых, это Sultry. Она у меня появилась во второй половине года. Она нарядная, красивая, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно ругаемая некоторыми блогерами. Очень здесь красивые оттенки, очень хорошие матовые. Здесь не такой большой выбор, как, например, в Soft Glame. Да, в Soft Glame. Но здесь очень красивые блестяшки. Я очень полюбила оттенок Rose Quartz. Также потрясающий вот этот вот серебряный. Очень красивый, дорогой. Черный, растушевочный, светло-матовый. А коричневый, что еще нужно? Коричневый мне, кстати, в Modern Renaissance нравится больше. И, по-моему, такой же коричневый в Soft Glame, Cypress Amber. Остальные мне очень нравятся. Здесь также есть серый. Вот этот яркий, акцентный. Кто любит натуральные блестяшки, натуральные макияжи, берите. Палетка не совсем для глаз, но покажу ее здесь. Здесь это Alchemic от Kat Von D. На мой взгляд, бренд Kat Von D несправедливо ругаем постоянно. Эту бедную саму Kat. То она там за прививки, то она за ее мужа. Я вообще не понимаю вот эти вот бойкотирования какого-то бренда из-за высказывания основателя, которое вообще не связано с брендом. Я понимаю, есть, может быть, какие-то поступки, которые человек совершил непростительные. Но, на мой взгляд, Kat не делала ничего такого, чтобы прям ее бренд нужно было бойкотировать и сжигать там, я не знаю, завод Kat Von D с факелами. Продукты Kat делает так классно. И, на мой взгляд, Alchemic. Вот смотрите на него. Если вы не знаете, какой этот продукт, вам кажется, что за 4 белых круга. Но, если я сделаю свотчи, в принципе, и на свотчах вы, возможно, это не увидите. Потому что на камере не факт, что это так красиво передастся, но в жизни это какая-то магия. Вы просто, к сожалению, не передается так. В общем-то, посмотрите свотчи, потому что на фото это выглядит более красиво. Я больше любила ее в уголки добавлять глаз, какие-то может делать переливы, дуохромы. Даже мои пигменты там, это ну-ка, так круто не смотрятся. Эти прям супер какие-то мелкие. Ну, потрясная штука. Она, кстати, по-моему, в Эльдбете и в Сифоре со скидками периодически продается. Следующая палетка это Nabla So Blumen. Я до сих пор не сняла на нее обзор, каюсь. Но вот к весне обязательно сниму. Супер красивая весенняя гамма. Поездку я ее брала, и мне ее абсолютно вот так с головой хватало. Хотите натуральные макияжи, хотите разбавлять их веселыми, интересными цветами. Тут всего 12 оттенков, но она супер прям такая вот самодостаточная. И очень красивая. Вот эти вот все шиммеры прекрасно друг друга растушевываются. Очень грамотно цвета подобраны, и она прям крутая. Качество матовых у Nabla одно из самых лучших. Тримми, например, мне чуть меньше понравилось, а So Blumen-то просто шик. Наташенька Динона. Не могу ее не показать, но, но. Как я и говорила в обзоре, я пользуюсь ей как дополнительная, так скажем, опция. То есть я не могу взять эту палетку и сделать полноценный вечерний макияж. Можно сделать что-то легкое дневное. Вот такая вот. Честно скажу, желтым я, например, после обзора, по-моему, ни разу это и не пользовалась. Но здесь очень симпатичные шиммеры есть. Нет хорошего темного. Я купила себе Gold от Наташи, и там шиммеры, на самом деле, с этими не сравняться. От тех шиммеров можно умереть. И пока я говорю предварительное мнение об этой палетке, но, на мой взгляд, Gold это самые красивые золотые оттенки, которые я видела в жизни. Sunrise не такая крутая, например, как Gold по качеству. Хотя матовые здесь тоже хорошие. Но она хороша, и она стоит, в принципе, где-то как худо. На мой взгляд, она лучше, гораздо чем та же Huda. И последнее это... Отвратительное внешне. На мой взгляд, абсолютно неудобно для хранения и использования упаковка. Но какая же это крутая палетка? На мой взгляд, это самая крутая палетка от Джеффри. Первая палетка, которую я у Джеффри страстно захотела. Ждала ее в апреле Ристок первый после запуска. Это очень небанальная, интересная, качественная, крутая палетка с потрясающими цветами. Большинство оттенков абсолютно уникальные. Макияжи, вы получаете с ней безумно красивые. Претензии у меня буквально к одному, может быть, и к двум оттенкам. Я не очень люблю серый, просто на себе. И Space Cowboy мне не очень нравится в растушевке. Но остальные матовые, мягчайшие, прекрасные. Особенно от растушевочного у меня супер заюзанные. Шиммеры также потрясающие, красивые, яркие. Даже фиолетовый, который везде супер противный, гадский. Здесь он нормальный. Не такой крутой, как все остальные, но нормальный. Упаковку ненавижу. Даже вот взять с собой, делать кому-то макияж, это странно выглядит. Кто-то скажет, что можно рефилы извлечь. С палетки перенести магнитную. К сожалению, рефилы у Джеффри приклеены просто намертво. Я смотрела какое-то видео, где девушка пыталась это сделать. Очень много рефилов раскололось, откололось где-то, поддеформировалось. Я не хочу, поэтому приходится пользоваться ей вот так. Джеффри, кстати, на Бьюти Лишь продается и в Литуале. У меня также сейчас в процессе тестирования находится его палетка Conspiracy. Я, к сожалению, пропустила выход ее на Бьюти Лишь. Но она появилась в Литуале. Удивительно, я купила ее там, чуть переплатила, но об этом, наверное, уже будет в обзоре. И последнее это губы. Одну помаду вам, наверное, покажу, потому что все те же Лайн Крайм, все те же Сенсейшн, все те же блески. Все перешло из прошлых фаворитов в эти. А вот помаду от Мат Джейкобс, не помню, показывала ли, по-моему, нет. В миниатюре я просто покупала сифора коробку от Мат Джейкобс. Там мне досталось несколько миниатюр, очень красивый оттенок, пыльные розы. Единственное, помады на губах имеют такой чуть привкус такой странноватый. Финиш у нее такой натуральный, то есть кремовый, не жирненький, помада не сушит. Вполне мой фаворит, потому что на маленькой я ее таскала с собой и часто пользовалась. Но полноразмерки я, честно, не пойду покупать. Кстати, вот эти вот стразы на моих глазах также, наверное, можно назвать фаворитом. С сериалом Эйфория они как-то вернулись в моду. И если там два года назад мне кто-либо сказал, что я буду клеить стразы на свое лицо, я делала такие макияжи, где куча страз, я бы никогда не поверила, я бы сказала, что это за колхоз. А сейчас мне как-то дико заходит. Кстати, на глазах у меня также конспираси от Джеффри. Вот такое вот длинное видео получилось. Напишите, пожалуйста, три продукта, которые вы попробовали в этом году и они стали вашими фаворитами, либо перешли из прошлых фаворитов. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!